Ну что, друзья, без малого прошел месяц, а это значит то, что пора возвращаться в МТА, а именно на CCD Planet сервер номер 2, а именно в рубрику «Повтори за мной». Друзья, я всех приветствую, с вами Булкин, и сегодня будет... Знаете, вот я могу описать только вот примерно таким предложением. Сегодня жалеть я себя не буду, потому что именно эта агера мне понадобится в двух вызовах, которые я сегодня буду выполнять. Да, сегодня их будет два, а не три, потому что они, мягко говоря, ну... Я не знаю, серьезно, я не знаю, как у меня это все получится. Вот я сейчас еду на круизе, спокойненько, кстати, мне надо в другую сторону, но, во-первых, агера в двух вызовах, то есть вы понимаете, что это будет что-то скоростное, что-то довольно-таки интересное, и честно, друзья, я вообще, блядь, не представляю, смогу ли я это выполнить или нет, потому что оба вызова реально сложные. Друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, я надеюсь, что вы уже поддержали лайком эту серийку, потому что «Повтори за мной», рубрика, которая выходит примерно раз в месяц. Ой, короче, давайте все, я еду на, собственно, первое место, я почти уже приехал, а мы пока посмотрим вместе с вами вызов, который прислал Максим Лайко. Надеюсь, правильно поставил ударение, если что, прости меня, пожалуйста. Итак, друзья, смотрим. Вот это просто, я не знаю, это, мне кажется, полнейший рандом, но я взял сегодня этот вызов, чтобы побороться за то, чтобы его выполнить. Поехали. Друзья, ну согласитесь, как бы, мягко говоря, это выглядит все очень и очень-очень сложно, потому что, ну, мне кажется, что это реально тот самый случай, когда рандом правит всем. Ну, потому что, если не сложится как-то определенная обстоятельность, значит, давайте я уже сразу начну пробовать, это первое по... Ну, то есть, вы понимаете, да, насколько это было идеально сделано в вызове, и насколько это, как бы, сейчас у меня агера сгорит, мне кажется, и насколько это не идеально получилось у меня с первого раза. То есть, мне нужно подобрать именно ту самую точку удара об забор. Ой, прошу прощения, кстати, я сейчас... Ой-ой-ой-ой, это я виноват, я по встречке еду, все, так не надо, сейчас это самое... Я не знаю, откуда брать разгон, потому что, во-первых, нету худа. То есть, у Максима в вызове нет худа, я не знаю скорости. То есть, возможно, это 300 километров в час, возможно, 200. То есть, по ощущениям, это примерно вот такая вот скорость, и... Блядь, да это полный пиздец. Не, ребята, я... А, да, кстати, я на всякий случай, пока уже выполняю первый вызов, я повторю, в общем-то, как и что вообще я могу это выполнить. Значит, у меня есть четыре степени выполнения. Первое, это не выполнил вообще никак, то есть, даже близко. Второе, это на полшишки, то есть, у меня как бы что-то вроде похожее получилось, но не до конца. Блядь, ну это вообще полный пиздец. От этого забора тачка летит постоянно по-разному, совершенно по-разному. А третье, значит, степень выполнения, это просто выполнил реально как на вызове. И четвертое, это полторашка, то бишь перевыполнение. То есть, я реально что-то сделал дополнительно, какой-то трюк, финк... И перевыполнил вызов. Но, ребят, я сразу могу сказать, что, скорее всего, сегодня у меня будет степень... Конкретно на этом вызове невыполнение, потому что... Я пока вообще не знаю, как это сделать. То есть, типа, я, конечно, сейчас еще кучу раз пересмотрю, скорее всего, потому что, ну, блядь, ну... То есть, мне нужно... Нет, мне нужно раньше пиздануться, сделать так, чтобы получился некий амплитудус. Я не знаю, как просто... Ну, это реально рандом. Я это, честно вам скажу, я этот вызов видел давно и не брал его, потому что, ну, как раз-таки думал, что, блядь, ну, это реально рандомщина. И как бы выполнить такое, ну, я не знаю, что должно получиться. И сегодня просто я решил себя не жалеть. Так, подождите, подождите. Раньше времени я слезы начал, знаете ли, пускать и вытирать их вот так вот платочком. Потому что сейчас, в принципе, было не то, чтобы похоже, но... Как бы моя-то задача просочиться в щелочку. Я так понимаю, это самое главное. Естественно, возможно, я не буду таких же вот финтифлюшек, которые есть на вызове. Самая главная моя задача, это просочиться в эту ебаную щель. В принципе, Агера довольно плоский автомобиль. И как бы вероятность того, что я реально туда могу просочиться... Бля, вот сейчас было очень, кстати, хорошо. Потому что я начал как раз-таки вот эти пируэты выполнять, но пизданулся раньше времени о забор. Ребят, вот прямо сейчас, во-первых, я прошу реально, поддержите меня лайком. Потому что, я думаю, когда вы посмотрели этот вызов, вы, ну, в принципе, поняли, что выполнить его там с первого, со второго, или даже с третьего, или даже с десятого раза, скорее всего, ну, практически нереально. И я как бы взял его, чтобы сегодня... Не, ну, а почему бы и нет? Ну, как бы, типа, я... Я же правильно понял, надеюсь, да? То есть, ну, как бы, это тот самый случай, когда, в принципе, повторить точь-в-точь невозможно, да? То есть, ну, как бы, невозможно сделать так, чтобы тачка точно так же полетела, потому что там нужно именно так удариться об забор. И, как бы, главная моя задача залететь туда и как можно красивее, естественно, это сделать. Но не так, конечно, это было бы очень грязно. Ребят, ну, я сейчас, знаете, себя успокоил, потому что, как вы знаете, я не тренируюсь перед выполнением. Ну, иначе было бы неинтересно. И, как бы, если бы я потренировался, я бы сказал, пацаны, ну, наверное, полшишки смогу. Но, как бы, я не тренировался и действительно допускал, что это сейчас будет просто в пустую потраченное время. Но я буду бороться, это самое главное. Но сейчас я могу сказать, что наоборот-таки... Ну, блядь, хуй знает, на самом деле. Вот сейчас вот у меня двоякое чувство. Я знаю, что вы не особо любите, когда я пытаюсь сделать более красиво, когда уже выполнил, по сути. Но вот пытаюсь, как бы, сделать более похоже, чем на вызове или же перевыполнить. Но, ребят, согласитесь, я не знаю. Вот, опять же, сейчас выскочит голосование. А может быть, не сейчас, может быть, чуть попозже, опять же. А, стоп, их убрали, пацаны. Все, у нас... Как только я начал делать эти опросники, их убрали. Ютуб убрал возможность добавлять голосовалки. Поэтому, ребят, только по вашим комментариям теперь мы сможем оценивать. То есть, опять же, напомню. Не выполнил. Ну, здесь выполнил в любом случае. Значит, теперь остается три варианта. Пол шишки. То есть, похоже, но не так. Ну, я думаю, что все-таки это пол шишки было, потому что так было как-то грязненько. Хотя, с другой стороны, я попал в эту дырку. Если была задача попасть в дырку, значит, я выполнил. Но перевыполнение тут вряд ли. Потому что ничего такого сверхъестественного, красивого я не заметил. И, как бы, это либо пол шишки, либо выполнение. Опять же, все на ваше усмотрение. Друзья, пишите в комментариях, как вы считаете, на какую степень это тянет все дело. Потому что, ну, я не знаю. Я бы, наверное, пол шишки оценил. Потому что там все-таки красивее это все. Я не ожидал до последнего, что я залечу в эту дырку сейчас, реально. У меня такое лицо было растеряное, когда я понял, что я все-таки попал. Ребят, с вашего позволения, давайте, ну, сделаем так. Три попыточки сейчас, ну, реально. Потому что я понял, что это дрочиво на пустом месте, ну, как бы, такое себе. То есть, по сути, реально, вот сейчас я должен все сказать. Пацаны, все, ваше право оценивать, как бы. И уже там, это самое, и решим, что и как, на какую степень я выполню. Ну, давайте три попыточки. Просто вот сейчас вот первая. Мало ли, нет, не получилось. Давайте сейчас сразу сдаю назад. Фух, что-то Агера у меня стала грязной после всего этого. Так, еще сейчас вторую и третью сделаем. Ну, просто мало ли получится, во-первых, перевыполнение, во-вторых, все-таки покрасивее. Я потому что реально считаю, что это пол шишки. Но не знаю, почему. Если, опять же, задача просто залететь. Блядь, вот это было бы очень хорошо. Вот видите, вот это было бы сейчас точное выполнение. Тачка начала крутиться, без всяких флипов, без нихуя. Но просто высота не подошла. То есть, соответственно, из этого... О, Аказа спалгалась, блядь. Прошу прощения, я ни при чем тут. Я ни при чем, я случайно. Просто реально был шанс на то, чтобы это сделать реально красиво. И последняя попытка не получится. Я думаю, нихуя, да, мне не хватило теперь, наоборот, высоты. Друзья, ну, в общем-то, оценивайте. Я не знаю, я лично на пол шишки вот это все оценил. Не знаю почему. Если, опять же, ставить задачу... Смотреть задачу, как залететь дырку, выполнение. Если вообще, в целом, вся концепция этого трюка, то пол шишки. Но, опять же, друзья, решайте в комментариях. А мы переходим ко второму вызову. Мне нужно сейчас ехать в СФ. И, честно говоря, там... Ну, там тоже довольно-таки это самое... Прилично сейчас будет. Поехали. Ребята, вы не поверите, но, по-моему, пришло время мне прогуляться по текстурам. Да-да-да. И, наверное, многие знают про это местечко, скажем так. И я о нем знаю очень давно. Еще с того момента, когда же был круиз. И сюда залетали обычно с помощью круиза. И вот в свое время я пожалел, что не взял, короче, этот вызов. А потом я понял, что и без круиза сюда возможно попасть. Судя по этому видео, которое прислал мне Никита Фасков. Опять же, если неправильно поставил ударение, то прошу прощения. Ребят, многие сейчас, наверное, поймут, что да как. Есть одно место в одном здании в Сан-Фьерре. Это находится, которое можно залететь прямо-таки в текстуры. И сегодня мы будем проникать в эти текстуры. Но это вот, знаете, это миссия на тоненького. Настолько на тоненького, что я так понимаю, что там есть определенная вот дырочка, в которую нужно попасть. И при этом условии я только попаду в эти текстуры. Возможно, все сложнее, чем я думаю. Возможно, все проще, чем я думаю. Короче, давайте посмотрим, как это выглядит. И будем пробовать повторить. Ну, в принципе, все максимально понятно. То есть, ну, главное реально рассчитать. Я должен понимать, насколько эта дырка большая. Если эта дырка реально узенькая, то у меня будет много проблем. Если эта дырка широкая, то проблем, собственно, не должно быть. Итак, друзья, давайте пробовать. Просто делаю все, как в вызове. Значит, разгоняюсь. Скорость на... Понял. Уже неплохо. Уже неплохо. Так, подождите. А мне так ощущение, что на вызове столбика того не было. Либо я его очень левее взял. Так, ладно. Давайте хоть как-то уже надо этот пролет... Полет-пролет, так скажем, сделать и... Так, ну-ка, допустим. Хорошо. Может быть, я все-таки реально очень сильно влево взял. А, понял. Тут скорости не хватило. Так, подождите. Значит, надо ебашить на всю. Значит, надо ебашить на всю. Раз уж Агера, значит, здесь нужно брать разгон конкретный. Если честно, я думал, что... Ну, не с первого раза я, конечно, это... Не, мне кажется, что это сложно. Потому что на видосе, может быть, ну, типа, знаете, кажется... Ну, где-то там какая-то щелочка, но ты, как бы, в нее попадаешь, и, наверное, это сразу, как бы, ну, получается. Ну, во-первых, реально нужно все-таки... Блядь, у меня скорости не хватает. Нихуя себе. Я думал, наоборот, надо не на всю давить гашеточку. Оказывается, тут надо прям на всю. То есть мне сейчас нужно вообще не жалеть мощность моей Агеры и давить, в принципе, самого... Нормальной трехчански, нормальной. Так, вот отсюда тогда получается, да, допустим. Так, просто с азотом сразу ускоряюсь. Блядь, я нихуя не понимаю. Подождите, вот это же здание, я так понимаю, да? Я вообще там прыгаю? Не, вроде там. Вот это здание, и где-то на какой-то балкончик, грубо говоря, мне нужно попасть. Либо я очень левее беру, я, скорее всего, очень, ну, налево поворачиваю сильно. Но это не точно. Сейчас, походу, я буду пересматривать. Я реально думал, что с точки зрения, как здесь прыгать, я сразу понял все, но я, видимо, не понял никуда. Да, блядь, я заебал это реально уже, как его, блядь. Хуйня эта ебучая. А вот козырек, пиздох, каждый раз такое себе. Сейчас, подождите, еще раз, последний раз попробую. По-моему, я делаю все немножко не так, как нужно. Сейчас, мне кажется, я пока выполняю этот трюк, я свой какой-нибудь придумаю и случайно сделаю. Так, ну-ка, еще раз. Беру максимальную скорость. Максимальную скорость. Так, оп. Нет, это мало. Нет, там дырка-то вообще про... Блядь, это что-то как-то пока я не пойму. А что так сложно-то? Подождите, что так сложно реально? Ребят, я, пожалуй, сразу пойду пересмотрю, потому что что-то здесь не так. Что-то здесь не так реально. Одну секунду. Ребят, я, знаете, что понял? Сейчас мы посмотрим на скорость, потому что там... Блядь, что такое носит? Мне кажется, что сейчас придет время, и я все-таки поставлю сюда настройку от Широна. Потому что здесь у меня сейчас стоит настройка от Югенота, которую он мне прислал для Агеры. Но у меня такое ощущение, что придется сделать немножко... Пожертвовать реалистичностью и сделать Агеру... Да, у меня скорость 280 в момент прыжка. У меня скорость в момент прыжка, пацаны, 280. А должна быть 300. То есть у меня не хватает зацепа, скажем так, на старте, чтобы ускориться именно до этой скорости. Другой вариант, какой я могу сделать, не меняя настройку, я могу взять разгон чуть раньше, например. Почему? Мне никто это не запрещает делать, но опять же, насколько... Не, слушайте, наверное, все-таки... Во-первых, с управлением все-таки здесь проблема. То есть здесь настройка-то сделана более-менее, ну, реалистично. Соответственно, задний привод у Агеры, большая мощность. Ее как бы, ну, на какой-то скорости, там, до 250, например, может в жопу закинуть. Соответственно, это очень сильно мне сейчас мешает. А, как бы, знать, какая настройка была, собственно, вот... Так, подожите, сейчас я просто... Сейчас думаю, может, попробую все-таки... Сейчас. Ага, понял. Ну, в принципе, вот такая скорость мне нужна. Вот все точно так же, только левее. Причем намного левее, чем у меня сейчас... Это получилось. Ну, давайте, не, я не хочу менять настройку. Вот какая у меня есть, да, ну, как бы, справедливости ради, да, не хочется жертвовать реалистичностью, ничем. Вот, как бы, понятно, что здесь можно сейчас поставить от Бугати настройку, но... Я думаю, что это особо ничем... Так, ну-ка, так. Бля, вот видите, жопу закинуло, жопу за... А прикиньте, вот так залететь? Не, мне скорости так не хватит. Ребят, наверное, все-таки придется менять настройку, потому что я, ну, как бы, вижу скорость, и она не соответствует той, которая должна быть, чтобы, ну, хватило ее, чтобы залететь именно так высоко. Поэтому тут реально траблы у меня небольшие. То есть я, если даже беру отсюда разгон, то у меня просто-напросто с управляемостью беда, потому что, смотрите, вот она... А, нет, смотрите, ну-ка. Ну, вот неплохо, вот неплохо, но, опять же, очень на пределе скорость. Опять же, я ниже, чем нужно. Да, то, что я левее, мы не обращаем на это внимания, это уже мы будем потом оттачивать траекторию. Я реально, ну, левее прыгаю, нежели нужно. Ой, пфу, блядь, левее, ниже. И реально ниже, а ниже из-за того, что, соответственно, скорости мне не хватает на разгоне. Потому что настройка, как бы, не такая уж имбовая в плане ускорения. Не-не-не, этот ебаный столбик, понимаете, у меня еще реально проблемы на большой скорости с управляемостью. То есть вот машина вот едет, и на скорости она нихуя не рулится. Поэтому, пацаны, наверное, я пойду настройку поменяю. Ну, как бы реально полноприводную, потому что мне тогда станет чуть-чуть попроще. И я думаю, что это особо не запрещено. Но я вполне допускаю, что у чувака, который мне прислал вызов, у него как раз-таки полноприводная настройщика. Поэтому мы сейчас быстренько накидываем от Широна. Она управляемый, старт будет хороший. И вот на ней уже надо будет просто попадать. Просто попадать. И как раз сейчас заправлюсь тут заодно. Итак, друзья, ну что я могу сказать? Теперь мне кажется, что все станет намного легче. Вот давайте вот просто пробую даже отсюда стартануть. Итак. По-моему, скорость намного лучше. Ну, прям вообще небо и земля. То есть теперь наоборот у меня, понимаете, тачка ебенит настолько, что я перепрыгиваю. Теперь мне нужно наоборот рассчитать так, чтобы скорость была максимально оптимальная. То есть ниже, чем сейчас. И уже дальше попадать. Я говорю, вызов не такой уж и легкий. Хотя он, в принципе, не может показаться легким. Потому что попасть в какую-то текстуру, блять, которая непонятно какого размера. Это, в принципе, мне кажется... Ну, куда ж ты выехал, дяденька? Итак, друзья, пробуем. Ой-ой-ой, хорошо. Блять, и даже так! И даже так! Даже так, понимаете, очень быстро. То есть нужно еще медленнее. Так, ладно, хорошо. Хорошо, друзья, хорошо. Сейчас просто надо будет реально, походу, мне серьезный ебальник включать. Потому что... Так, то есть, грубо говоря, я могу стартовать даже отсюда теперь, я понимаю, да? То есть, вот, например, вот отсюда. Мне кажется, будет оптимально. Ну-ка. Еще дальше можно! В смысле, еще ближе! Охренеть! Вот это ебень, эта настроечка, да? На полном приводе настолько хороший зацеп, что просто сразу... Я, ну, реально, ну, то есть... Ну, да. Хорошо прокомментировал. Так, ну-ка, стопэ. Стопэ, все-все-все, аккуратненько. Гера, живи. Гера, живи. Давайте попробуем отсюда. Так, раптор, тем более, там встал. А мы сейчас вот здесь, вот, смотрите. Вот. Вот отсюда прям, вот отсюда. О, чувак тоже... Нет, что-то у него немножко не получилось. Так, сейчас он отъедет. Все, пробуем. Так, допустим. Ребята, я не понимаю. Такое ощущение, что, знаете, этой настройке настолько похуй на все. То есть у нее там 0-100 за какие-то полторы секунды. Она развивает. И дальше ебенит так же. И, соответственно, тот самый случай, когда не долетал. Поставил другую настройку. И теперь стал улетать просто. Реально. Туда, куда мне не нужно. Надо отсюда. Отсюда, например. Отсюда. Почему бы и нет? Отсюда пробую. Блядь, не попал. Ну, кстати, вот это уже поближе. Амплитудус какой-то начался. Вот это уже поближе, но даже можно, в принципе, еще чуть ближе вставать. То есть тачка реально... Ей настолько хватает мощности, что у нее вообще никакого дискомфорта она не испытывает, чтобы там развить эти 300 км в час. Потому что если мы сейчас посмотрим... Ну-ка. Так. Смотрите вот. Смотрите на скорость. Так. Вот, допустим, отсюда я стартую. Не, вот сейчас маловато. Сейчас маловато. Ну, короче, да. 300 где-то она... 300, если с рельс стартовать, 300 она уже... Уже точно развивает эту скорость. Окей. Так, давайте попробуем сейчас... Опа, блядь. И столбик. Так, ну-ка. Вот-вот, смотрите. Вот отсюда вообще не проблема сейчас будет. Смотрите, вот отсюда скорость. Бля, следите за скоростью. Такое, конечно, себе, когда надо... 318, видели? Да? То есть она реально уже как бы там 300 плюс. А мне не нужно 300 плюс. Поэтому, ребят, мы должны рассчитывать. На самом деле, немножко уже у меня нервы начинают сдать. Но я пока держусь. Настроение хорошее, позитивное. Как бы... Я понимаю, что я хочу попасть в эту дырочку. Ну-ка, блядь, я всегда хочу в дырочку попасть. Это, конечно, в принципе, всегда про меня было актуально. Ну-ка. Так. Опа. Блядь, это было там! Это было, блядь, там, реально. То, по-моему, чуть левее надо. То есть, понимаете, вот сейчас вот, да? Вот я реально летел туда. Но ебаная дырка не открылась для меня. Да. Надо сделать так, чтобы дырка эта приоткрылась для меня. Потому что, если она не будет открываться, то это как бы такое себе. Так, аккуратненько. Блядь. А прикинь, сейчас другую дырку найду. Мне кажется, таких дырок много. Ох, нихуя себе на крышу куда залетел. Тихо, тихо, тихо. Восстанавливайся, восстанавливайся. Давай, давай, давай. Вниз! Братан, вниз! Нет, все, пиздай моторчику. Отсюда вообще никуда не деться. Блядь, ебать, я повис. А я выживу? Должен. Нормально. Не, ребят, сдаваться я сейчас не собираюсь совершенно. Потому что, честно говоря, я просто думал, что и первый вызов меня займет. Блядь, ну куда ты ебашешь, дядя, так быстро? Зачем? Куда спешишь-то? Надо оптимус найти. Надо найти какой-то оптимальный вариант по скорости. Блин, еще и, видимо, где-то реально слева эта дырка. То есть, блин, когда она невидима, вот невидимые дырки это такое себе, если честно. Ну, знаете, если бы я видел эту дырень, я бы хотя бы понимал, куда мне целиться надо. А так я даже не понимаю, почему Гелик сейчас два раза продрифтил. Вы видели это? Он уже уехал и еще раз начал дрифтить. Ну! Да, блядь, где эта дырень-то ебучая? Пиздец. Вот я почему? Я вам отвечаю. Вот это я сегодня решил взять как раз-таки те самые сложные вызовы, которые откладывал на черный день. На сегодняшний день, потому что сегодня я взял реально... Я не знаю, мне с первым, мне кажется, что повезло. Реально. Потому что я мог продрочиться примерно столько же и даже больше. И, в принципе, я и до сих пор сейчас дрочусь со вторым. Поэтому пока, если честно, ничего не понятно. Можно проехать, пожалуйста? Спасибо. Спасибо. Так, сейчас, 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 сейчас. Вот отсюда все-таки я буду стартовать. Вот отсюда. Нет, вот отсюда сейчас. Подождите. Максимально берем траекторию. Так, ну-ка. Блядь. Я не знаю, почему она не повернула. Хотя по скорости, кстати говоря, сейчас было все очень даже неплохо. Блядь, я не знаю. А может, это дырка, ее зашили уже? Я не знаю. Типа, есть такая вероятность, что уже пока вызов этот существует, уже дырку зашили. Ну, типа, ее уже нету. Туда уже нельзя просочиться. Вообще, такое возможно или нет? Мне кажется, что, конечно, нет, наверное. Если она есть, то она, собственно, и будет. Но. Ну. Блядь, да она левее, блядь. Она левее. Где? Хотя бы по балкону. Надо посмотреть. Сейчас секунду пересмотрю. В общем, друзья, я примерно понял. Вот там вот есть такая перекладина. Которая последняя. Вот мне нужно во второе окно попасть, грубо говоря, слева. Во второе окно. Вот самую верхнюю часть окна. Вот примерно туда. Блядь, это нереально на самом деле. Это реально сложно. Пиздец. Это насколько надо натренироваться, чтобы реально туда вот так вот чисто попадать. Потому что... Вот левее, сука, и выше. Левее и выше. Чуть-чуть, буквально. Буквально пару миллиметров, блядь. Реально, буквально чуть-чуть, и я залечу в эту дырку. Если она все-таки там есть. Просто я не знаю. Да нет, она есть, конечно. И кто ее зашивал? Я не думаю, что там кто-то зашил эту дырку. Дырка, если она есть, она будет до конца, как говорится. Так, ну-ка. Хорошо. Ой, хорошо. Блядь, ну ниже, блядь. Ну ниже. Нахуя так быстро, блядь. Ну вот сейчас вообще хорошо шел. Просто идеально практически. Ну, блядь, ну. Мне вот реально, вот я до последнего. Я в этой дырении ни разу не был, пацаны. Эта дырка для меня еще не анлокнута. То есть я пока не знаю, каково в ней. Поэтому как бы сейчас нужно понимать реально... Так, аккуратненько. Все, стартую отсюда на максималочке. Левее. Я вот по высоте, сука, то, что надо. Вот то, что надо. Не слишком высоко, не слишком низко. Реально. Ну дырка, сука, не открывается для меня. Я не хочу, чтобы этот вызов был невыполнен мной. Реально. Но это будет реально обидно. Я должен в этой дырке побывать. Так, ну-ка. Низко. Низко и вообще лариска, блядь, в пиздуску, блядь. Не туда вообще. Вообще не туда. Вообще не туда. Я не знаю, как левее. Ебаный столб. Понимаете? Из-за него я должен в последний момент выворачивать. И просто попадать. Вот просто попадать в последний момент. Так, ну-ка. Допустим, вот так. Вот отсюда. Вот отсюда. Сука, левее. Я опять не сместилась. Мразь, блядь. Агера, ебаная. Сука. Так, ладно. Сейчас, 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 ребят. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Я все равно должен добиться примерно... Хотя, понимаете, это невозможно выполнить на пол шишки. Это невозможно перевыполнить. Я не знаю, перевыполнение, только жопы залететь туда, что ли. Сука. О! Да! 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 Да, бля! Ееее! Бля! Наконец-то! Ё-моё! Э, куда повисло? Э! Э! Краш? Э! Э! Заснилось хоть? Ребят, меня это самое кикнуло. Ну, точнее, не кикнуло, игра крашнулась. Когда, я не знаю, возможно, из-за того, что я нахожусь здесь. Но, ребят, вот он я! Я в текстурах! Да! Вот это... Это пиздец. Я, честно, реально думал, что всё, пизда моторчику, и я вряд ли сюда залечу. Но, ребят, всё, я нахожусь именно там. Именно вот там вот. Именно на последнем этаже своём, блядь, о своих апартаментах, блядь, о своих непрорисованных апартаментах. Вот здесь вот я и нахожусь. Я так понимаю, что отсюда, кстати, не выбраться, наверное. Но сейчас попробуем отсюда вот, как бы, это самое, слезть. Ребят, я попал в эту щель. Я не знаю, насколько она... Скорее всего, она очень узкая. И... Но при этом, как бы, вот в ширину она довольно-таки большая. Потому что я попал вот здесь вот. Хотя на вызове вот здесь. То есть вот это вот, понимаете, вот она примерно вот такое вот. То есть вот отсюда, например. И вот досюда, наверное. Вот такая вот. То есть на Агере, наверное, да, только и можно залететь. Может быть и нет, не знаю. Но мне показалось это... Я в дырку попал, пацаны. Я честно думал, что все, пиздец. Так, давайте ради теста. Раз уж я нахожусь в этой дырке, мы сейчас сделаем следующим образом. Я просто попробую заспаунить тачку. Да, она вполне себе спаунился. Кстати, этот Бентли прямо сейчас, это самое, находится в розыгрыше. Так, ну-ка. Передвигаюсь. Нормально. Ребят, ну как бы это самое. А чё, а чё и нет? Почему бы и нет? Так, и чё, я могу отсюда... Опа! О, бля! Ну-ка, стопэ! Э, блядь, чё там происходит? Да, блядь, камхак! Да, блядь, камхак! Блядь, упал! А! Блядь! Да ёбаный пиздец! Ну я хотел тачку заснять! Ну, блядь! Ой, чё это? Чё это такое, блядь? Чё за фокусы? Почему эта хуня прилипла ко мне? Это от руля тут хуйнюшка. Блядь, пацаны! Это было хорошо! Это было... А чё у меня фрикам? Почему здесь активизация? Блядь, чё, я сломал игру? Всё, пиздец. Друзья! Что с голосом у меня? Я реально доволен. Но мне кажется, что оба вызова на выполнение просто. О, тут пацаны тоже, что ли, вызов выполняют? Смотрите. На жиге. Смотри, смотри. А, я туда уже не могу отлететь. Не-не, я просто... Смотри, он такой на старте стоит, сейчас туда как полетит. Пацаны, ну что я могу сказать? Огромное спасибо всем за просмотр. Опять же, если у вас есть желание что-то скинуть на вызов, чтобы я выполнил, то вы можете это всегда сделать в моей группе ВК. Под этот видос в комментариях просто присылайте, если вы что-то сделали случайно, специально. И, возможно, именно в следующем выпуске я возьму ваш вызов. Знаете, давно не было дрифта. Но, опять же, хочу напомнить, что не нужны споты по 2 минуты. Ну, типа, во-первых, это как бы нереально запомнить. Ну, и как бы не так, мне кажется. Интересно, какой-то пиздатый спот. Ну, секунд так до 30, это максимум вообще. Ну, это так, на всякий случай. Это самое, если кто-то какой-то спот пройдет, круто. Вот, так что, пацаны, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, что тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok